Единая городская карта обеспечит льготникам бесплатный проезд в общественном транспорте. Кроме того, на нее смогут начисляться социальные выплаты и пенсии. Но это по желанию гражданина. Это отделение многофункционального центра по проспекту Генерала Острякова, 15. Здесь работает 16 окон. В 15 из них с начала года принимают заявление на единую городскую карту. Процедура несложная и много времени не занимает, рассказывают специалисты. Алгоритм действий подскажут устойке регистрации. Если нет предварительной записи, нужно получить талон в текущую очередь. Человек может перед приходом МФЦ, если у него есть регистрация на портале государственных услуг, взять талон предварительной очереди у себя из дома. Для этого нужно зайти на портал МФЦ-92, выбрать соответствующую лугу МФЦ и записаться в очередь. Он с этим талоном ожидает, смотрит на монитор, когда его будет вызывать специалисту. После этого он подходит, подает заявление на подоучение данной услуги, фотографируется. Подать заявление в МФЦ могут те, кто состоит на учете в районном управлении труда и социальной защиты населения. При себе нужно иметь только паспорт. Качеством оказания услуги жители довольны. Фактически быстро я пришла, получила предварительно талончик в течение, наверное, минут 20. Спрашивали, какие льготы у меня есть, и сказал, что я ветеран труда. Подсказывают все, все интересно, на все вопросы отвечают очень четко, ясно. Быстро все получается. Хорошие девочки, очень внимательные. Проверить, есть ли человек в списке льготников, можно на официальном сайте профильного департамента, либо придя в районное управление. Те, кто на учете не состоит и мерами социальной поддержки не пользуются, подать заявление на ЕГКС может в районном управлении труда и соцзащиты. Прием там ведется по будням. На руках должны быть паспорт и документ, подтверждающий право на бесплатный проезд. С НИУС предоставляют по желанию. С понедельника по пятницу, с 9 до 18, в пятницу до 16.45, без перерыва. Специалистами управления в день принимаются до 200 человек. Просьба не беспокоиться, всех обеспечим картами. Записаться на прием в районное управление труда по электронной записи на сегодняшний момент уже не получится, потому что до 1 апреля запись уже вся заполнена. Но в каждом районном управлении, кроме того, что запись ведется по электронной очереди, ведутся приемы в порядке живой очереди. К тем, кто не может прийти самостоятельно и к жителям отдаленных районов, мобильные бригады приедут домой. На месте примут документы и сделают фото льготника. Срок выпуска карты – один месяц. По поручению губернатора, обеспечить всех льготников картами должны до 1 апреля 2019 года. Но специалисты просят не беспокоиться. Получить можно будет и позже. Эти заявления мы будем принимать и после 1 апреля, потому что есть люди, которые не захотят, не успеют подать до 1 апреля заявление. Появятся новые льготники, у которых право возникнет после 1 апреля. Эта услуга будет предоставляться постоянно. Всего в Севастополе уже принято порядка 5000 заявлений на ЕГКС. Получить готовые карты совершеннолетние граждане смогут в отделении Банка России. Выбрать для себя удобный адрес можно в момент подачи заявления. Детям из многодетных семей, детям-сиротам и детям-инвалидам документ выдадут в районных управлениях труда и социальной защиты по месту регистрации. Анастасия Синица, Андрей Тунчук, информационный канал Севастополя.